Сахар, я честно скажу, что пока все 750 страниц не осилил, а прочитал по диагонали, то есть имею представление о сюжете, имею естественно представление об языке, ну восторг, это вот если одним словом надо сказать. И вот что мне хотелось бы отметить. Не знаю, будет ли это лестно или наоборот будет обидно, у меня почему-то возникли ассоциации с совершенно другим произведением. Наверное кто-то удивится, но это не потому что сейчас идет этот сериал, мы об экранизации поговорим позже, а именно произведение «Игра престолов». Я скажу почему. Не потому, что мне показалось, что здесь какие-то сказки, а потому что каким-то потрясающим образом здесь нет вот этого монохрома, нет положительных и отрицательных героев, ну или почти нет. То есть все герои этого произведения, обители, они имеют и положительные черты, и отрицательные черты, и все, или опять же почти все, вызывают сочувствие, понимание и симпатию. Была такая установка или это вот так получилось? Ну установка, наверное, была. Она просто чуть сложнее была, или чуть проще была выстроена, потому что все это имеет следующее основание. Я в свое время, когда был молодым человеком, там после армейским, я работал в ОМОНе. А после ОМОНа, когда я уволился, я занимался самой разной политической деятельностью, будучи увлечен в одну среду, а потом в другую. И относясь с любовью и уважением вот и к ОМОНовцам, и к молодым там радикалам, я понял, что эти люди, они взаимозаменяемы. И те, и другие моя родня. И потом уже дальше следуя, уже и переходя в какую-то вот более широкую тему, скажем, вот в тему советских лагерей, никоим образом, конечно, не ставили себе целью оправдать палачей, да, или возвысить жертв, я вот эту оптику все равно сохранил. Потому что, конечно, и те, и другие люди, они вот вышли, они наши близкие, да, и у одного этого человека может быть один дедушка в лагерной охране, а другой, ну, как вот Довлатова призвали в армию, там, вот он зону написал, но если бы Довлатов был моложе, его призвали бы в армию в двадцать седьмом году, и он соловки бы охранял бы. Стал бы он от этого палачом или не стал бы, да? Нужно в этом отдавать себе отчет, потому что очень легко тут размазать черной краской здесь, а здесь все святые, хотя на соловках-то ведь сидели не только священники и там контрреволюционеры, сидели и настоящие шпионы, и насильники, и казнокрады, и его, и их было большинство, да? Да, но есть какой-то образ соловков, а здесь вот я читаю про розы, которые там были высажены, и, то есть, у меня о соловках было какое-то представление, вот этот вот слон, Соловецкий лагерь, как он особого назначения, собственно, как и ОМОН. Я, кстати, не думал никогда. Да, нет, ну как, Соловецкий лагерь, Захар Прилепин, ОМОН, Соловкий слон. И совершенно какая-то другая картина, при этом я ведь понимаю, что была и работа с документами, что это не писательские фантазии. Конечно, конечно. Когда пишешь и говоришь о таких вещах, тут любой вымысел, он может тебе самому ударить по голове, потому что просто ты себя будешь вести неэтично и некорректно по отношению к реальным жертвам, и людям, которые через это прошли. Поэтому все, что касается фактологии, все, что касается... Собственно, там даже все персонажи основные, они имеют там тех или иных прототипов. Если сажали за так, тогда почему на Соловках всего сидело там от 6 до 9 тысяч человек? Ну, могли бы посадить и полмиллиона там, да? Или это как-то за так выбирали каких-то специальных, чтобы посадить за так? Ну, то есть, ну, это когда работаешь уже с документами, там уже понимаешь, что вот у одного за так вот так выдело, а у другого за так было совсем не за так, да? И, конечно же, я всю эту информацию собрал, все там сюжетные линии этого романа. Замечательно, что сравнили с «Игрой престолов», я ее еще не смотрел, но дети у меня смотрят. И это, конечно, роман, он, с одной стороны, такой как бы русский традиционный роман идей, с другой стороны, я вот так в шутку иногда называю плутовской роман или авантюрный роман, потому что там все сюжетные линии традиционные есть, касающиеся там побега, переворота и всех прочих вещей, и они все имели тоже прямые исторические аналоги, это так и было. Я тут ничего не придумывал, просто брал и пользовался. Поэтому там все правда. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. видео.